Даугавпилская дума утвердила план ремонта дворовых территорий. Работы начались. Денег хватает только на 30 объектов. Однако и те счастливцы, которые надеялись увидеть территорию благоустроенной, недовольны. Например, жильцы дома по улице Рига, 74, поражены тем, что под новый асфальт подготовили площадку в 10 метров, а остальные ямы не заметили. А с улицы театра сообщают, что коммунальщики почему-то заасфальтировали двор с трех сторон, а про четвертую забыли. Проанализировать эти факты мы попросили руководителя ассоциации старших по дому Владислава Баюруна. И первый вопрос к вам. Насколько серьезна действительно эта проблема? Обращаются ли жители вашу ассоциацию и какие факты они приводят? По моей информации, управление коммунального хозяйства, которое планирует все эти работы по облагораживанию дворовых территорий, на сегодняшний день запланировано у них 200 тысяч лад. И они говорят, что этого мало, необходимо где-то как минимум 350 тысяч лад, необходимо для того, чтобы объекты привести в порядок. Но надо учитывать и то, что они говорят только о тех объектах, которые попали к ним в список. А есть, я считаю, что это большая часть территории, которая к ним в список не попала. Возьмите, например, просто на вскидку говорю адреса Лауска-14, возьмите адреса на Атмотос-15, посмотрите на дорожное покрытие, посмотрите на дворовые территории, и вы поймете, что в городе уже длительное время ничего не делается конкретно на этих территориях. Но если говорят, что не хватает денег, тут уже вроде бы и сделать ничего нельзя. Есть ли у ассоциации какие-то конкретные предложения о том, как решить проблему? Вы знаете, я думаю, что не только мы это видим, видят это и жители. Во-первых, мы ходим по городу, иногда первые руководители Думы с гордостью говорят о том, что озеленяем город, занимаемся посадкой цветов и так далее. Но, наверное, надо смотреть не только на центр города, куда приезжают туристы, где прохаживаются эти туристы. Надо обращать внимание и вообще на территорию городскую. Я думаю, что, может быть, нет такой необходимости острой рассаживать очень дорогие цветы. Я вот смотрю по Ригасу улице, если пройтись, ну, очень красиво, конечно, улица Ригас утопает в цветах. Но чуть отойдите в сторону, в какую-то дворовую территорию, даже недалеко, а тут же недалеко от улицы Ригас, и вы убедитесь, что разбитые ямы, значит, нет клумб и так далее, и так далее. То есть, вот идет не просто борьба за украшение нашего города, да, а идет борьба за приукрашивание нашего города. То есть, создать иллюзию для путешествующих людей, туристов, что в этом городе все прекрасно и все хорошо. Я думаю, что это приукрашивание, оно не помогает нашему городу, оно, наоборот, играет во вред. Я вот здесь думал о том, что, наверное, вот этими путешествиями за границу за счет налогоплательщиков страдает только госпожа Кулакова и Янковская, да. Но тут недавно узнал, что и специалисты УКХ, тот же Игорь Прилатов, если не ошибаюсь, да, недавно ездили на днях в поездку в Китай. Вот я хотел бы понять, а что изучают специалисты УКХ в Китае? Пожалуйста, есть Белоруссия, есть там территория России, есть там Польша, Германия, Литва, Эстония. Ну, приедьте туда, возьмите что-то полезное и внедрите в нашем городе. Нет, целенаправленно катаются в Китай, не понимая, что они изучают там и что полезного они хотят сделать для нашего города. Вызывает недоумение у меня это. То есть, если я вас правильно поняла, вы считаете, что и при таком финансировании гораздо больше можно сделать для города? Ну, давайте обратимся к фактам, опять же, да, по Ругелям недавно жильцы некоторых домов обращались ко мне по поводу тех приписок, которые существуют на сегодняшний день. И, к сожалению, никаких шагов после госконтроля, когда они там вскрыли очень серьезные нарушения, никаких шагов по устранению этих нарушений не ведется, да. Да, возьмите, жители принесли мне там смету, фирма Гарда, если не ошибаюсь, это сейчас руководитель департамента госпожа Крюкова, если не ошибаюсь, да. Так вот, я взял ее сметы, на вскидку посмотрел, ну, где она такие дорогие деревья и цветы кусты достает. Я просто удивляюсь, да, вот если подъехать на выезде на Ригу, там у нас продают и цветы, и кустарники соответствующие. Но цены совершенно другие. Здесь по смете цены дикие просто, и не только в дикости цен, но и в приписках. Жители Гайсмос-24, если не ошибаюсь, и ближайших домов до сих пор ищут деревья, которые там были якобы посажены, исписаны по тем сметам, которые жильцам предоставлялись. То есть, наверное, если убрать приписки, если покупать не какие-то экзотические растения там с Китая, или откуда они везут, или с Африки, да, а может быть что-то такое поскромнее, но вот эта скромность, да, в пределах разумного, да, она не будет мешать нашему городу, а наоборот, люди будут говорить о том, что не просто улица Рига засажена цветами, но и другие обустроенные дворы и территории. Я думаю, это принесет и поток туристов нам, о которых так рьяно говорит Кулакова-Янковская, и непотеряемый имидж нашего прекрасного города. Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам. Всего доброго, до свидания.